Десятки верующих пришли сегодня в храм Архангела Михаила, чтобы приложиться к раке с мощами Иулиании Лазаревской. Про Муромскую святую говорят, что она не могла без сердечного трепета видеть страдания людей. Творить дела милосердия стало смыслом всей ее жизни. Праведная – это потому, что она в миру прославилась. И тем святым, которые в миру свои венцы получили, им присваивается такое наименование праведное. Но Иулиания, она единственная, которая от церкви получила такое признание и называется милостивая. Такое вот благо приобретения этого года – это вот сень над мощами святой праведной Иулиании. Это как бы посильное наше такое вот приношение святой, которое мы можем сделать. Святая Иулиания родила 10 сыновей и трех дочерей. Семеро умерли в младенчестве, а два сына погибли на царской службе. Но и тогда она не потеряла веру в Бога. Главный ее подвиг совершился в смутное время царствования Бориса Годунова. Праведница кормила, одевала нищих, ухаживала за больными, хоронила безродных и молилась об умерших. В наше же время это очень актуально на самом деле, потому что у нас куда ни повернись, везде вот это исполнение этой заповеди, блаженство, блажение милующее, оно может быть применимо. То есть накорми голодного, посети больного в больнице, отправь что-либо для того, чтобы помочь нашим воинам сейчас на передовой. То есть каждый человек может приобщиться к этому делу милосердия и таким образом стяжать благодать Святаго Духа и стать вот хотя бы чуть-чуть приблизиться вот к тому положению, которое занимает в нашей церкви Святая Праведная Мать, наша Илья Ания. Как известно, мир не без добрых людей. Чтобы увидеть добро вокруг себя, нужно самому стать добрее. Имя сестричества нашей Ильи Ани Лазаревской. Вот пытаемся подражать, насколько у нас хватает сил. 13 человек у нас в Гороховце. Идем в патронаж. У нас есть дом милосердия. Мы его в Чулковом посещаем, дом милосердия с батюшкой причащаем, ведем разговоры. У нас также миссия, ходим по отделениям, также выполняем миссию, как говорится, милосердия. Мы разговариваем с болящими, причащаем, соборуем. Также у нас батюшка приходит на требы, если что-то нужно причастить, пособоровать. Также были и случаи, когда и крестили в отделении, когда уже люди безнадежные такие, болящие. Ну, также у нас сестры уже пожилого возраста, как говорится, за 60, за 70. Хотелось бы, конечно, приток. В этом году исполнится 420 лет со дня блаженной кончины святой Ильи Ани Лазаревской. От мироточивых мощей праведницы было множество исцелений. Милосердные дела Муромской святой продолжаются и сегодня. Она помогала людям во время своей земной жизни. Помогает и сейчас, молясь за нас, грешных, у престола Божия. Елена Петрова, Максим Рубан. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова